В прошлом ролике про смартфон Samsung Galaxy A12 я рассказал о опыте его использования, о плюсах и минусах. А вот что с ним случилось дальше, вы узнаете в этом ролике. Так как такого я даже сам не ожидал. Привет! Мысль о смене смартфона мне не давала покоя, так как мой старенький смартфон Samsung Galaxy S7 всеми своими намеками показывал, что хочет на пенсию. Так вот, некая часть денег была накоплена, конкретных планов на смартфон у меня не было и со всевозможными распродажами в черную пятницу я поддался соблазну. В интернет-магазине Альдорадо с удаленного склада я заказал два смартфона Samsung Galaxy A12. Один красного цвета на 64 гигабайта, который я заказал маме, и второй черного на 128 гигабайт себе. При выдаче товаров в магазине Альдорадо смартфон черного цвета был распечатан. Сказали, что теперь во всех смартфонах, кроме айфонов, проверяют комплектацию. Красный смартфон, который тоже с удаленного склада, на удивление был запечатан. Сказали, что не успели проверить. Чувствуется какой-то подвох. В итоге страсть стать обладателем смартфона перевесила, и я довольный уехал домой с обоими устройствами. Хотя в душе было такое чувство, что меня накипали. Дальше вы все знаете из первого видеоролика о этом смартфоне, если смотрели. Если нет, в правом верхнем углу подсказка. Немного напомню, что смартфон в некоторых приложениях жутко тормозил. На удивление, второй смартфон, который приобретался маме, работает неплохо. До сих пор. Терпения ходить с этим смартфоном абсолютно не было. А делать возврат обратно в магазин было как-то неудобно. Это был седьмой день использования смартфона. На нем уже было наклеено защитное стекло и одет чехол. Полдня я потратил на то, чтобы решиться его отвезти обратно в магазин. И все-таки я поймал себя на удачной мысли, что от такого смартфона я удовольствие от использования получать не буду. И лучшим решением для меня будет сдать его обратно в магазин. Я аккуратно снял чехол и защитное стекло, наклеив его обратно на пленку. Сделал сброс до заводских настроек, одел транспортировочную пленку и убрал аккуратно в коробку. В магазине без проблем его забрали и сделали возврат денежных средств в полном объеме. С неудачной покупкой я столкнулся второй раз. В 2020 году я приобрел себе экшн-камеру Sony AS300, тоже со вскрытой коробкой. Ох, сколько же я потратил времени на образовавшиеся проблемы. Сначала при видеосъемке были посторонние стуки. Потом, после долгого ремонта, так как проблема была выявлена не сразу, появилась новая, а точнее добавилась, так как предыдущая проблема не была устранена. К этому еще и комп перестал видеть камеру при подключении по кабелю. На этом терпение лопнуло, я написал заявление на обмен товара. Обменяли без проблем, правда нужно было немного подождать. Но вот это волокита и потраченное время, это лишнее. У меня осталась одна мысль после этого смартфона. А вдруг до меня с этим смартфоном тоже кто-то ходил? Напишите, пожалуйста, как вы думаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!